Наш сегодняшний собеседник в свое время не сходил с экранов телевизоров и со страниц газеты, а вот последние пять лет крайне редкий гость. Ну, наверное, будет возможность спросить, не скучно ли ему сейчас. Как будто быть на телевидении, это очень весело. Это весело, я думаю, зрителям. Ну, действительно, Евгений Борисович Люлин. Сегодня генеральный директор Лукойл Энергосети, огромная компания, депутат законодательного собрания. Есть, наверное, о чем поговорить нам сегодня? Наверное, уж точно не скучно. Да, потому что программа называется почти серьезной, Евгений Борисович. Так что мы сейчас на минуточку забудем, наверное, какие-то глобально серьезные вопросы и попробуем узнать что-нибудь такое, о чем вы еще не говорили с экрана телевизора. Ну, не знаю, о чем еще не писали. Я думаю, такого не так много. Может быть, последние пять лет. Как известно, все мы родом из детства. Детство у тебя по нынешним меркам было экзотическое. В 13 лет ты работал и работал пастухом. И, кстати, мне кажется, тебе это нравилось. Вообще нравилась деревенская жизнь. Мне кажется, она и сейчас тебе нравится. У меня такое представление, что ты, наверное, из деревни ты выезжал, ну, едва ли не против своей воли. Ну, наверное, немножко было, потому что, скорее даже родители меня все-таки чуть-чуть подтолкнули к тому, чтобы... В город, в город. Чтобы уехал в город, да. Потому что уже в это время, там, 70-е годы, уже началось некоторые, ну, такие процессы деградации, и родители это беспокоило. В деревне я никогда не прощался, это моя жизнь. И все выходные, все отпуска я провожу там. Что тебя там такое вот привлекает? Что тебя тянет? Вот конкретно можно как-то это объяснить словами? Или это такое вот внутри, что необъяснимо? Ну, словами, наверное, можно объяснить. Надо сидеть, думать, делать умное лицо, какие слова подбирать, да. Но если ты не можешь без этого жить, как это можно объяснять? Это можно назвать любовь, Евгений Борисович. Да, наверное. Ты вырос в этой среде. Все мои предки, они выросли в деревне. То есть у меня нет никого в роду, кроме крестьян, крепостных крестьян, солдат села Чернохи и так далее. Поэтому, ну, а потом я очень люблю природу, люблю жизнь, люблю животных, люблю лошадей до сих пор. И всем этим занимаюсь. У меня фермерское хозяйство есть в своем селе. И я ему уделяю все свободное время. Я уже два услышала сюжета. Один называется любовь, другой называется хозяин. Евгений Борисович, а вот когда вот это возникает чувство, что вот, ну, не можешь без этого жить? Я сначала не понимал. Вот, ну, с нагрузкой у меня всегда было хорошо. Ну да. Вот правда, поверьте, там... Комсомол, все дела. Вся моя жизнь, это была всегда, ну, достаточно серьезная, иногда и колоссальные нагрузки. Иногда психика уже там сильно напрягалась, уставала. И я не мог понять, почему я приезжаю в деревню, там, похожу по городу, значит, там, сорву яблоко, встречу с родителями, когда они еще живы были. Приведу несколько часов, и как будто я приехал из отпуска, там, месяц отдыхал где-то на морях. Один умный человек, я даже не помню, кто он сказал, а чему ты удивляешься? Ты представляешь, какая энергетика там, куда ты приезжаешь, когда несколько веков твои прямые предки, которые априори тебя не могли не любить, они вот ходили по этой земле. Они же всю энергетику свою положительную тебе оставили, и ты питаешься этой энергетикой. Ну, такие вот умные слова. Да, просто объяснить сложно. На самом деле, объяснить это невозможно, но вот сейчас я проживаю в Москве, и каждый выходной я еду практически, честно говоря, не заезжая в Нижний Новгород, еду в деревню. Значит, я угадал, я не ошибся, когда говорил, что, наверное, ты отчасти, может быть, даже помимо своей воли покинула вот родные пенаты, да? Я думаю, что город встретил тебя не очень приветливо. Да почему? Я приехал, мне 17 лет, я только что закончил школу, пришел на авиационный завод, получил общежитие, поработал 9 месяцев, ушел в армию. А я вспоминаю другую историю, о которой ты рассказывал, что однажды с супругой, уже тогда и маленьким ребенком, ты приезжаешь, едешь на съемную квартиру, да, и обнаруживаешь у подъезда свои вещи, тебя оттуда выставили. Ну, это тоже часть такая жизни, тогда это было, знаете, тогда это было очень тяжело психологически, помимо этого еще ко мне в гости теща приехала, вот представляешь, там возвращаешься с работы, ну, не было у нас квартир. Слава Богу, не представляю, мне такого пережить не довелось. И мы снимали квартиру, женщина была больна, мы идем, подходим, я говорю, вот кто-то уезжает из нашего дома, подошел ближе, смотрю, это мы уезжаем. Ну, там мебель-то было, конечно же, там шофонер, кроватка, там, не знаю, наверное, холодильник, вряд ли был, даже телевизор. Вот, время 7 вечера, теща, жена, ребенок, и куда, не знаю. Ну, там, люди всегда хорошие, добрые, в этом же подъезде растащили мебель, и мы жили у одной женщины замечательные, там, 3 месяца, пока... Вот, подождите секундочку, пока они подобрали еще одну квартиру. Я сказала про один сюжет, назывался он «Любовь», да, второй сюжет назывался «Хозяин», ну, для меня условно. Ведь вот это качество такое мужское, оно не зависит ни от карьеры, ни от профессии, ни от, там, какого-то жизненвыбора. Это что-то вот такое внутреннее, либо есть, либо нет. Вот, даже в этом случае, вот в какой момент вы тоже вот для себя почувствовали, что вот я, ну, буду хозяин, и все, вот, как скажу, так и будет. Да это, знаете, это же, ну, все у сельского человека, это закладывается... Он рождается хозяином, да. С детства, ну, как. Он априори должен обеспечивать свою семью своим трудом, он должен рубить дома, копить печь, ремонтировать забор, копать землю. Ну, Галя права, если бы все были такие... Вот бы у нас какая была страна прекрасная, знаете, все бы были хозяйственные... Наверное, не все рожденные в деревне все-таки обладают этим качеством. Ну, не все их развивают, может быть, но обладают-то, мне кажется, все. Ну, сегодня немножко изменилось, конечно, время, чуть изменилось. Мы, ну, вот вы сказали, это действительно так, я вот в 13 лет зарабатывал больше своих родителей. Ну вот, к примеру, почему? У меня была зарплата, потому что я пас лошадей, у меня ночные, дневное время, то есть я круглые сутки почти был на работе. Ну, вас же никто не заставлял, вот, к примеру. Ну, как жизнь заставлял, наверное. Нет, вы знаете, это было естественно. И причем я получал 142 рубля, у меня родители по 90 рублей получали. Значит, я приносил деньги, зарплату и отдавал ее маме, и она мне давала рубль на пряники, ну, 13 лет, что мне еще нужно было? Рубль на пряники. Я был счастлив, как будто это не я заработал деньги, потому что было воспитано, что все это принадлежит семье. Вот у нас семья, там у нас шесть человек детей, да, и я самый маленький, и поэтому это было естественно. И мама каждый рубль, она же знала, как правильно распределить. Вот, для нее все вот, у нас шесть человек, мы все одинаковые, поэтому, естественно, и папа свои зарплаты, я там и мои братья-сестры, кто-то где-то работал, все, конечно, ей давали, был. В деревне ты работал руками, в город пришел он токарный станок руками. Да. А потом как-то вот, ну, комсомольская работа иногда... Руками водителя. Языком в основном, да. Руководитель. Вот это-то вот как, вот оно, откуда взялось? Откуда это взялось? А, ты же пастухом был. Оттуда же, откуда взялось? А раз пастух в деревне... Вот я про это и говорю. Это главный человек, это главный человек. Организатор всего этого дела. Который пастет лошадей, это самый авторитетный человек. Я знаю, что вот мои ровесники, кто вырос в деревне, они знают, потому что все стремятся попасть в ночное. Ну, для кого-то это забава же, значит, чтобы им досталась лошадь, чтобы они могли поехать. Это для меня работа. И поэтому, конечно же, центр, центр, принятие решений, ты поедешь, ты не поедешь, ты будешь, ты костер разводишь, ты начальник. Ух ты. Ну, и так вот... Как-то и пошло. Ну, то есть и в комсомоле, собственно, и в комсомоле то же самое. Ты костер разводишь, ты туда едешь, ты сюда едешь. Ну, наверное, да, наверное. Ну, как-то так оно пошло. Не, ну, вот интересно, оказался. Вот я все время хочу... Представьте, что нас, допустим, сейчас кто-то смотрит из тех, кто думает. Ну, это всегда есть такие люди, которые говорят, ну, конечно, оказался. Ну, конечно, действительно. Вот прям вот так вот. Есть большая часть людей, кстати, молодых в том числе, которые говорят, повезло, там, помогли, или сам вез вообще вот это все. Ну, уж точно, меня никто не мог везти, а кто меня мог везти? Ну да, теперь получается, что да. Кроме моих родителей, которые... Ничего не могли в городе сделать. Ну, чем они могли помочь? Хотя, когда я стал первым секретарем обкома комсомола, все думали, ну, откуда же взялся? Кто? Потом Люлин. Был Игорь Федорович Люлин. Конечно! Ну, все понятно! Это же понятно, откуда? Вот мы с ним очень долго смеялись. Вы понимаете, это было то время, когда можно было своим трудом многого добиться. К сожалению, и сегодня есть такие возможности. Но сегодня многие добиваются, я бы сказал, не очень своим трудом, не очень по заслугам. Мы видим, как люди получают должности. В том числе, меня тогда просто удивляет, у нас даже губернаторами становятся там... Неведомым каким-то образом. Да. Люди, у которых биографии там... Вы про кого? Ну, что уж. Неважно. Почитайте биографию некоторых руководителей. Я уже не говорю о том, что различные наблюдательные советы и даже, что для меня удивительно, директора предприятия назначают, и очень часто даже у нас в Нижегородской области, особенно федеральные структуры, часто присылают людей, которые совершенно не способны руководить огромными коллективами. Поэтому и разрухи много на заводах, на предприятиях. Ну, мне кажется, сейчас все-таки более-менее что-то восстанавливается разумное. Но 90-е годы, да и 2000-е, они, конечно, были... Подорвали все это. Очень много подорвали, да. Когда не по заслугам, не по уму, не по знаниям, а вовремя родился, значит, учился в одном институте или в университете, вот, служил в армии или в других... Ну, я не знаю, сейчас кто-то, если зрители может попинять, хорошо там в Луколе сидеть и рассуждать. Евгений Борисович, ну... Мне тоже там не досталось само по себе. А вы вот сейчас, вы можете разглядеть там в молодом человеке перспективного какого-то менеджера, руководителя, или там, к примеру, политика? Вот вы этим обладаете качеством? Знаете, наверное, потому что мне не очень хочется работать самому. Хороший мотив. Ну, это съел, если идет, я понял. Ну, пастухи. Я всегда, где только не работал, да, и до сих пор считает самым важным, самым главным, я подбираю себе команду. Я считаю, что у меня одна из лучших команд вот среди производственных коллективов Луколе, я считаю, что одна из самых лучших профессиональных команд. Вы секрет, что ли, какой-то, знаете, Евгений Борисович? Да не знаю никакого секрета. Вот я никогда не менял людей. Вот приходил, да, вот у нас же модно. Пришел там мэр города, да, значит, завтра обязательно всех нужно поменять. Пришел там на предприятие, обязательно нужно заменять всех заместителей. Извините, приходит и выше тоже. Вот. Зачем? Ну, зачем? Люди еще не приступили. Ты даже их в лицо не узнал. Не посмотрел, как он работает, обязательно нужно заменить. Вот, знаете, я, когда пришел в законодательное собрание, я кому-то сказал из своих друзей через две недели, когда меня избрали председатели, или я разгоню всю эту шатью-братью, значит, или я погибну под руинами, значит, потому что это совершенно невозможно, с этим коллективом невозможно работать. И я, естественно, как обычно, попытался там сформулировать задачи, как вот вижу эту работу, как ее нужно делать, там, кого-то ругал, кого-то там хвалил, не знаю. Потом я смотрю, люди изменились, люди по-другому стали работать. Они же мне говорили, Евгений Борисович, у нас другие были требования. От нас хотели того. Мы производили, вот то, что от нас хотели. Вы сейчас ставите другие задачи. Ну, нам интересно, мы хотим работать. Незадолго до ухода твоего в 2007 году с поста председателя ЗАГС Собрания ты давал интервью. Был такой вопрос. Вы не боитесь потерять власть? Ответ был достаточно неожиданный. Нет, я боялся ее находить. Что тогда имелось в виду? Да, власть, это же сумасшедшее ответственность. Сумасшедшее напряжение. Я не знаю, вы знаете, 6 лет прошло, после того, как я ушел, уже почти 6 лет, хотя, кажется, вчера, да. Мне говорят, что, Евгений Борисович, вы стали лучше выглядеть. Ну, извините. Это правда. Это так. Понимаете, уровень психологической нагрузки, ответственности за область, она просто колоссальная. Есть люди, которые очень болеют от того, что не удается многое сделать, о том, что много проблем, которые хоть вот голову разбей, но ты в нужный период года для того, чтобы что-то изменить. И когда ты каждый день сталкиваешься с этими проблемами, то это нести в себе очень тяжело. Поэтому власть любить могут только, я бы сказал, не лучшие представители той самой власти. Любить власть невозможно, потому что ничего хорошего в ней нет. Это самый тяжелый, самый изнурительный, реально труд. И когда я вижу человека, который готов все, что угодно сделать, чтобы попасть во власть, и думаю при себе, о боже, мне не его жалко. Мне жалко, что если он попадет в эту власть, то мне жалко людей, которые будут от него как-то зависимы. Нормальный человек не может это любить. Вот ровно это я и говорил. Я действительно намного легче чувствую себя психологически, хотя все проблемы региона, я их переживаю, но уже, извините, не так. Я несу личные ответственности. Кто-то к этому более эмоционально относится, кто-то более спокойно, рационально. Я другой в этом услышала, Евгений Борисович. На самом деле, если бы мы понимали, мы те, кто каким-то образом может следующий вот этот шаг сделать, что за ним последует, наверное, и результат был бы лучше. А вот проблема действительно в том, что это не очень очевидно. А вот эта красота, машина, камера, президиум, вот это все, это, конечно, кажется, что это прекрасно. Но я хотела вот еще о чем спросить. А вы ругаться-то вообще можете? Вы строгий руководитель? У меня есть. Потому что я его вижу сюда только улыбающимся. Я не знаю, как может эта улыбка тигра такая. Приходишь, ты понимаешь, сейчас съедят вообще. Да, я не сторонник. Есть люди, которые чувствуют себя естественно, только когда они насупили брови. Я считаю, что это плохо. Это просто плохо, потому что коллектив не может работать хорошо, когда на него постоянно кто-то орет, рычит и кричит. Это невозможно работать. Человек раскрывается и полностью реализует себя, когда ему комфортно, когда у него в душе нормально. И поэтому надо, конечно же, создавать нормальную атмосферу для того, чтобы коллектив нормально жил. Но, извините, я могу спросить очень серьезный тот, кто со мной работал, он знает. Некоторые говорят, что это страшно. Вот я считаю, что хороший коллектив, который может работать без своего руководителя. Это самое высшее, что можно добиться. Взаимозаменяемость. Руководитель уехал на полгода, его нет, и все работает по-прежнему. Кто-то этого боится. Некоторые говорят, как же, посчитают, что я тут совсем не нужен. А считают, что это как раз величайшая заслуга. Евгений Борисович, а вот сейчас в том числе некоторые политические деятели говорят о том, что нужно квотировать места для женщин в руководящих органах, и не только политических, но и промышленных структурах, в советах директоров. Как вы к этому относитесь? Вообще, как вам... Вообще, как по отношению к женщинам? К женщинам, это что-то замечательно. Квотирование для женщин в специальные условия считают, что это полная глупость. Не нужно создавать никаких условий. Нужно создавать условия, чтобы женщина могла себя реализовывать так же, как и мужчина. И все. Но вам легче работать с женщинами? Труднее? Да я не скажу. Мне кажется, что с женщинами работать легче, на самом деле. Они более ответственные, они более трудолюбивые, и иногда более эффективные. Ну, не могу сказать, что всегда, да. И не стал бы я делить, там, вот, женщина, мужчина. Надо относиться просто. Руководитель должен относиться совершенно одинаково. Женщина или мужчина. Ну, для меня, правда, не существует никакой проблемы. Я думаю, что это надуманная проблема. Просто женщины у нас не так, как на Западе, не проявляют себя вот в полном голосе. Они просто сами должны, если уж хотят... Иди. Иди. Да. Но я немножко ретроград. Я считаю, что для женщины все равно самое главное... Кухня, дети. Дети, семья. Не считай это ретроградством. Не считай это ретроградством. Это очень много. Да я согласна. Я же специально задала этот вопрос. Потому что у меня картинка... Провокатор. Нет, я не провокатор. Просто я картинку эту складываю из любви, хозяина, отношения к женщинам. Потому что мы же не будем говорить о политике. Мы говорим о том, что есть человек, да? Вот знаете, мне кажется, какое должно быть распределение? Вот семья. Так. Наша ячейка общества. Можно и так сказать. Значит, в этой семье мужчина отвечает за достаток, за квартиру, за быт, за все, чтобы в семье были все условия. Материальное и для развития условий созданное. За это отвечает мужчина. Женщина отвечает за уют. В большей степени, чем мужчина, за воспитание детей. Значит, ну, я не знаю, за пищу. За любовь, за красоту, за дом. И если при этом женщина еще реализует себя в любом виде, там, производства, творчества, неважно, это здорово. Это здорово. Это... Но все-таки первично, мне кажется, дом. Первично дом. Ну, если Галя не хочет быть провокатором, значит, я буду выступать в роли такового. Опять вспоминаю 2007 год. Ты ушел тогда с поста спикера ЗАГС собрания, ушел с формулировкой в связи со сменой работы. И трудно эту формулировку оспаривать. Но вот, например, незадолго до ухода в интервью газете «Коммерсанты» сказал следующее. Есть люди, которые хотят, чтобы я ушел. Я всегда говорю правду, но не всем нравится ее слушать. Гораздо приятнее, когда льстят. Кого ты имел в виду? Людей? Кого-то конкретно вы хотите спросить, не губернатор ли я имел в виду? Нет? Заметьте, не я это сказал. Нет, ну, потому что этот вопрос задают. У меня были и есть хорошие отношения с губернатором до сегодняшнего дня. Мы очень много спорили. И у него были разные представления. Он пришел с представлением. Значит, ну, все-таки работа в московской мэрии, работа в Нижегородской области, они чем-то отличаются. Но у нас никогда не было выходящих за какие-то вот грани таких. Разногласили. Да, спорили, иногда ругались, иногда обижались. Но это нормально. А потом я не собирался больше работать. Если вы помните, ну, наверное, не помните, но в первом интервью после избрания я сказал, что я буду работать один срок председателем законодательного собрания, один срок. И дальше я уйду на производство. Это в первом интервью после избрания. Потому что он не хотел во власть. Я бы ушел уже после первого срока, но меня мои коллеги, друзья, товарищи попросили, как раз произошла смена власти исполнительной, сказали, нет, мы отработали, причем у нас же, как вы помните, была работа очень веселая. Да, да, и мы решали задачи действительно государственные, необходимые для Нижегородской области, в первую очередь, решили задачи по смене губернатора. И, в общем-то, сказали так, слушай, мы отработали, мы сделали, и мы должны вместе идти на выборы. И все. И для меня это было плановое. Мы провели выборы, мы сформировали законодательное собрание, я поработал еще один год председателем, убедился, что все хорошо. все разложили, все это сделали, и я спокойно перешел. Вот смотрите, вы сами перешли на персонали, а я как раз о системе. Даже руководитель такого уровня, как спикер законодательного собрания, сталкивается с тем, что в окружении, в ближайшем, много людей, которые не хотят слышать правду. Я вот о чем. Это тоже одна из грани работы? Да нет, эти люди всегда есть. Какая разница, спикером ты работаешь в законодательном собрании, или просто депутатом, или ты работаешь руководителем предприятия, всегда найдутся люди, которые хотят, чтобы ты ушел с этого поста, потому что или кто-то претендует на это место, или кому-то на хвост. И тут возникает дилемма, либо дальше говорить правду, либо... Нет, говорить правду надо всегда. Если ты уйдешь один раз от правды, ты уже не вернешься. уже не вернешься, ты будешь врать, врать о том, что все хорошо, о том, что все развивается. И это вредит, а для руководителя это в 10 раз важнее говорить правду. В 10 раз важнее. Вот в разговоре с Ладыко, Дим, если ты помнишь, прозвучала любопытная фраза о том, что не надо очаровывать, тогда не будешь разочаровывать. Да, и сам разочаровываться, и разочаровывать. Вы согласны с этим? Да, конечно. Надо быть естественным всегда. Потому что для политика это же вот проблема, хочется нравиться, наверное, хочется быть выборы, и вот все вот эти вот вещи. Ну, хочется нравиться, это нормально, и каждый человек, он не против того, чтобы он нравился там окружающим. Это нормально, это естественно, но при этом врать не надо. Где границы, Евгений Борисович? Где? Где границы? Если говоришь правду, это правда, если ложь, это ложь. А есть полуправда? Есть, конечно. Есть полуправда. Есть полутона, есть еще какие-то есть. Нет, если ты не обещал, если ты идешь на выборы, обещаешь. Делай, да. К сожалению, это происходит вот постоянно. Меня от этого коробит, я говорю честно. Еще, еще один очень непростой вопрос. Ты вспомнил разговор с митрополитом, а вот год назад в твоей родной Чернухе была построена заново церковь под твоим попечительством, да, я знаю, что у тебя даже какие-то награды есть от русской православной церкви. В то же время в 70-х, в конце 80-х ты возглавлял обком комсомола, который активно проводил линию партии, в том числе и в отношении к церкви, комсомол, который проповедовал атеизм, безбожий. Вот не буду формулировать дальше, как вот оно там внутри вот это все. Знаете, я думаю, что большинство людей, они никогда не были безбожниками, в общем-то, и я в том числе. Я не могу себя называть верующим в тот период, там, каким-то активным, но я точно не могу. Ты верующий, когда верующую молодежь до комсомола не допускали? Она правда туда и не стремилась. Я тебе могу сказать то, что за всю свою жизнь, да я все-таки 10 лет работал на первых постах, там, секретарь комитета комсомола, первый секретарь райкома, первый секретарь обкома. Я не исключил ни одного комсомольца за крещение, там, за крещение детей и так далее. За что имел, там, партийные... Вот он не врал. Ну, как бы, процесс воспитания, формальную часть соблюдали, но людей за это не исключали. А что касается церкви, знаешь, мой отец разрушал эту церковь, которую восстанавливали, будучи тоже таким же комсомольцем, 14 лет, им тогда, в 30-е годы. Голову-то так действительно очищали, что... И он мучился очень от этого. Мучился. И у меня была мечта, которой я считал, что вряд ли ее, когда смогу реализовать, там, чтобы у себя в деревне появилась церковь. Я просто, ну, как бы, реализовал мечту своих родителей и свою собственную, и мечту многих людей, которые... Евгений Борисович, сейчас какая мечта у вас? Ну, так, чтобы вот пожелать вам исполнения. Да, какая, значит, на работе, чтобы сопутствовала удача. Для меня очень важно, у меня очень большое предприятие с географией, там, 22 региона России, там, одно из самых крупных предприятий в Луколе. И сложно управляемые, сложные технологические процессы, и всегда хочется, чтобы все было хорошо. Я хочу, чтобы все разрушенные церкви в Нижегородской области были восстановлены. Я хочу, чтобы сельское хозяйство в Нижегородской области развивалось. В деревне ресурсы, забирали, вкладывали, ну, минимум, то есть вот люди постоянно там жили в таких ограниченных возможностях, да, и до сих пор никто не собирается отдавать долги. Вот говорят, вот там финансируется, вот там помогаетесь. Черная дыра. Самое главное. Черная дыра. Жрать нечего будет. У меня маленькая такая мечта, но пусть у всех будет, пусть у всех будет работа, и пусть у всех будет еда, потому что у нас сегодня такой разговор почти серьезный, заметим, с очень серьезным хозяином, человеком, который умеет любить, неважно, жизнь людей, работу. Ну, Евгений Борисович Люлин, для меня, ну, прекрасный, невероятный человек, хотя генеральный директор большого предприятия. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!